Дворец культуры «Спартак» вот уже на протяжении 15 лет является в городе объектом культурно-досуговой направленности и развития народного творчества. Комплекс располагает концертным залом на 400 мест, музеем, многофункциональным центром для проведения городских культурно-массовых мероприятий, творческих встреч и награждений, а также выставочным залом. По словам заместителя директора Дворца культуры «Спартак», на сегодняшний день для всех желающих в центре функционирует множество творческих студий по различным направлениям. Пять лет во Дворце культуры «Спартак» открылось девять студий развития творческих способностей детей. Инициатива директора и моя, потому что в нашем городе мало куда может ребенок сходить. Конечно, у нас очень развито спортивное направление. И в творческом плане мы, так как расположены в центре города и людям очень удобно сюда проходить, мы решили создать такое количество студий, которыми руководят очень специализированные люди, профессионалы своего дела. Что они могут дать? У каждого ребенка, как говорится, каждый ребенок одарен по-своему. Придя к нам, каждый из них может выбрать то, что ему по душе, то, что он умеет, то, что ему нравится. Вот одаренный ребенок, а мы уже дальше занимаемся развитием этих детей. Мы внутри Дворца культуры «Спартак» проводим конкурсы. У нас проходят конкурсы чтецов, у нас проходят вокальные конкурсы, у нас выставки художественные проходят, конкурсы художественные, художественные направленности. Вот. Также у нас под Новый год прошла хорошая выставка. Также наши дети участвуют в республиканских конкурсах. Как рассказывает руководитель студии ораторского мастерства Наиля Тавбулаева, созданный при учреждении студии позволяет развивать творческий потенциал у воспитанников. В данный момент это была работа над энергетикой. Мы работали над энергетикой. Энергетика – это зрительный контакт, то есть работа с людьми именно глаза в глаза. Дальше жестикуляция, дальше близость к аудитории. Энергетика – это то, как оратор себя чувствует, насколько он воодушевлён. Здесь была показана шкала от нуля до двадцати. Ребята показывали низкую энергетику, они должны были говорить тихо, среднюю энергетику, высокую энергетику. И они упражнялись в этом. Мои занятия дают им умение, значит, они раскрепощаются, во-первых. Во-вторых, они умеют, не стесняясь, умеют говорить перед публикой, не стесняются. Далее, они умеют импровизировать, то есть говорить на любую тему в любом месте. То есть я даю любое слово, и они должны говорить об этом одну, две, три минуты. То есть не стесняясь выступать перед людьми. Вот чему я и учу на наших занятиях. На студии рукоделия, которая функционирует при Дворце культуры «Спартак», вот уже более года обучается около 20 дарований разных возрастов, от 3 до 16 лет. По словам руководителя студии Айны Будаевой, посещая кружок, дети получают знания в области декорирования, изготовления различных сувениров собственными руками, что способствует развитию моторики, образного мышления, внимания, фантазии, творческих способностей, формированию эстетического и художественного вкуса. Я вот такие вот кружочки делаю, помпончики, отрываю от салфетки маленькие кусочки, и потом кружочки делаю, чтобы потом заклеивать их на мою буковку. Мы делали зайку, в первый раз делали снеговика. Да, но я иногда, но я тогда ходила на художку, когда появилось рукодельное мастерство, мне потом, потом мама меня сюда записала, чтобы я могла сюда ходить и разные вещи домой приносить. Когда она узнала, что я принесла снеговика домой, то она потом, то она потом еще больше меня начала сюда водить, чтобы я могла еще что-нибудь приносить домой. Можно сказать, что руководством Дворца культуры «Спартак» для желающих предложены различные творческие и развивающие направления деятельности, где можно не только приобрести новые знания, навыки и получить возможность активного творческого развития, но и найти друзей, объединенных творческой идеей и ее воплощением в жизнь. И вот при нем женщина, босая, лоскутка высвучила на солнце одежды. Черные волосы ее были распущены. Показывай, черные волосы ее были распущены. Лицо ее, как бронза, а глаза повелительные. И вот черная рука, протянутая фромовым, не дрожала. «Это ты победил поезда султана?» – спросила она. «Да, я. Я победил многих. И его. И еще не устал побед». «А что ты скажешь о себе, женщина?» – сказал царь. «Слушай, что бы ты ни сделал, ты только человек, а я мать. Ты служи смерти, я жизни». Здесь также имеется детская и студенческая студия вокала, студия современного танца, живописи, национальной песни и танца. Для проведения занятий созданы комфортные условия и имеется необходимое техническое оборудование. «Если у нас не договор, быть прямым всегда и сильным, и вести об этот спор, и скажу вам, не лукавя, иду, ссору, не кривя, подрастаю и учусь, я быть мужчинаю всегда». «Мы к одессе не привык, я мужчина, я музык». «Мы к одессе не привык, я мужчина, я музык». «Музыка» Деятельность Дворца культуры «Спартак» в основном направлена на проведение значимых общегородских культурно-массовых мероприятий, различных конкурсов и праздников на площадях и парках города. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».